привет дорогие друзья и сегодня я точнее сегодня а вчера я вернулся из спа отеля давиль влог уже на канале оттуда надеюсь вы посмотрели поставьте лайкосик подвижитесь на этот канал и естественно на месте я сидеть не буду пока и у меня есть время и сегодня у меня уже новый влог на этот раз дорогие друзья я еду не в анапу она находится по дороге в анапу но не доезжая анапы это усадьба семигорье усадьба семигорье дорогие друзья это такая усадьба которая я думаю принадлежала ранее какому-то богатому человеку еще до революции с девятнадцатом-начале 20 века вот и сейчас там очень красивые места сейчас там находится собственно винодельня ресторан и там еще есть домики для проживания так называемый бунгаллы то есть там можно даже прожить там можно дожить ресторан там есть ну это очень красивое место там даже озеро еще есть как и такое большое да это главное и и достопримечательность вот даже сегодня туда поедем я пока о нем ничего рассказывает так подробно не буду приедем и вы сами все увидите поехали ну вот ребята мы приехали посетить какая тут красота это все за меня виноградники это все виноградники ребята здесь делают винцо а еще посмотрите какой тут красивая какая тут красивая природа вот посреди какие виды ребята какие виды посмотрите на этот дом от как хата казака у него крыша сделана из веток представляете это реально офигительно посмотрите еще какое-то все отличный какой там вот сарайчик с дровами смотрите вот это кстати сам ресторан у него уже крыша крыша обычная из черепицы но все равно выглядит тоже круто и вон там вот дорогие друзья озеро сейчас к нему подойдем поближе вот самый стран друзья смотрите стойка здесь у нас меню меню конечно небольшое но все равно здесь есть цены конечно резина рестораны и вот смотрите тут еще венцо всякое лежит смотрите вот например в бутылках смотреть на него гаражное вино современ блан тринадцатого года вот так вот здесь это все лежит так в бутылках и самое главное виды дорогие друзья смотрите мы выходим посмотрите какая здесь прекрасная поляна ребята это же просто как из рекламы просто я не знаю эти озеро какая лужайка прекрасная камень из дает на весь газон это офигительно друзья смотрите вон там зал за стеклом там сидят люди и кушают вот здесь даже такая есть качалок качели такие виде лавочки подвешены вот это мангалы такие тут как я понял тут угли всякие смотрите лодка стоит озеро смотрите там вернее как кристально чистая вода сейчас посмотрите как тут красиво вообще я бы тут жить остался честно отлично просто вот ну и смотрите дорогие друзья по поводу кристально чистой воды я все таки отчасти был прав смотрите здесь видно камни вот я стою я вижу камни там здесь какая-то тина вон там вот ветка я в общем вода чистая смотрите вот так вот на озеро вообще отлично вот вообще отличные виды соль отличные вот такие вот виды но ребята вот именно на этой зоне вот именно на этой лужайке вот этой купания здесь запрещено вот здесь вот стертыми буквами написано раз можно купаться можно уже вон там кстати это как и есть почти наш дом который мы будем ночевать я вам сейчас вам попозже покажу ну а это друзья въезд вот оттуда мы как раз въезжали вон на той дороге здесь вот разные тоже вот весь мельницы вон домики затем у нас видите это ретро автомобиль стоит кстати говоря старый рафик его в народе называют горка детская и вот это все виноградники вот это все виноград ребята вот из этого делают вино ну еще вон там дальше идет дорога города ванапу новороссийск вот кстати вот этот я сейчас стою на таком месте смотрите вот вот оно озеро само вот а вот здесь вот есть такой типа берег с холмом я как бы сейчас на нем стою виды просто отличные тут только что дорогие друзья мне выдали вот такую вот бумажку это правило поведения в усадьбе семигорье я вам ее прочитаю предоставляет услуги аргу агротуризма на территории принадлежащие ей на праве собственности но это понятно все таки частная собственность все дела вот правило нахождения по территории посещение ресторана по меню посещение магазина по желанию места на газоне на улице депозит 5000 рублей смысле не понял я ничего не понимаю по поводу газона ладно дальше номера поправить с листу 2000 рублей тире 6000 рублей вот винные подвалы 1 2 3 экскурсия с гидом тысячи рублей с человека самостоятельная экскурсия по территории с фотосессии 500 рублей с человека пикник в зоне водопада нижнего пруда с предоставлением беседки 500 рублей с человека прокат лодок тысячи рублей в час загорать и лежать на газоне завершается только в зоне спа в соснах и только проживающим учителем ресторан экскурсантом в общем ребята это как бы такой перечень услуг стоит здесь конечно все прилично но есть кое-что и бесплатное но сами запрещено дорогие друзья находиться без оплаты хотя бы одной из услуг то есть вы должны оплатить все сначала прежде чем быть оказался на территории вот лежать зоне ресторанов на газоне то есть как бы вот есть вот здесь вот здесь зона вот она вот этот ресторан и здесь как бы лежать возле него нельзя на газоне вот родиться раздетыми в купальниках плаков нет зоны спа но это понятно какой все таки псих будет бегать голой не зоне спа будет странно купаться в пруду кроме зоны спа да я вам показывал там был знак что купаться в зоне это нельзя кроме зоны спа хотя почему здесь написано купаться в пруду если это озеро немножко непонятно вот и заезжать на машине в зону спа ну это понятно естественно заезжать на машине в зону спа нигде нельзя вот вот такой свои слосы на перечень вот такая вот небольшая вот бумажечка вот идем у тоже вот я вот так что мы будем эти правила соблюдать вот стать дорогие друзья как раз эти сосны и про который говорили впереди правил вы здесь можно лежать на газоне под вот этими небольшими сосенками но ветер Eearn и друзья как раз этот домик вот мы к нему подошли и вон там кстати видите пристройка, вон она, эта пристройка это банный комплекс, я забыл вам рассказать про баню, мы ее конечно же тоже исследуем и дорогие друзья, смотрите вот наш домик, смотрите, вот здесь прямо крыша, такой изгиб крыши, здесь вот кровать такая большая, двухспальная кресло, телек вот такая, смотрите, ванная с рамой такой деревянной, смотрите, то есть когда мы лежим в ванной мы можем наблюдать, что у нас происходит в комнате вот собственно такая ванная комната там унитазик вот, и смотрите, здесь еще есть лезница на второй этаж, посмотрите какая она давайте по ней пройдем, и там, дорогие друзья, там, смотрите, смотрите смотрите, что там, тут обычная двуспальная кровать, и как бы здесь больше ничего нет, смотрите, вот реально обычная двуспальная кровать здесь как бы вот такая небольшая пристройка здесь вообще места немного, так что здесь помещается только вот она, двуспальная кровать, вот такая вот ну и собственно вот такое небольшое еще окно здесь есть, прямоугольное ну вот такие вот, друзья собственно домики, уютные, мне понравилось будем в них жить ну а теперь дорогие друзья баня смотрите вот здесь прямо на бизнес по комплекс и баня завод за этой дверью давайте туда зайдем ой смотрите она закрыта баня пока закрыты ну что ж в следующий раз про посмотрим ее а потом дорогие друзья мы отметили день рождения моего друга дусили там сидели чуть ли там не до самой ночи в общем было так потом лень снимать после этого я очень спать хотел я так после туса и пришел лег и заснул сразу даже не раздевался по моему сейчас я уже дома у себя в студии вот уже вы себя в студии буду делать дальше контент вот в общем такие дела спасибо всем за смотрел этот влог ставьте лайки подписывайтесь на канал посмотрите мой прошлый влог в спа отель давиль подписывайтесь на мой инстаграм на мой twitter вступайте в группу вк всем пока